Ацтеки называли его пищей богов. Испанские конкистадоры окрестили его черным золотом и использовали для укрепления сил и выносливости. Сама госпожа Помпадур считала это лакомство сильнейшим афродизиаком. Есть гипотеза, что он замедляет процессы старения, правда это еще не доказано. Но никто не спорит, что он способен повысить настроение большинству населения Земли. Сегодня мы отмечаем всемирный день шоколада вместе с нашим гостем в шоколате Сергеем Кадочниковым. Доброе утро. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Поют дифирамбы шоколада уже не первый век. Вот вы как человек, уже связавший свою судьбу с шоколадом, какой самый главный комплимент можете ему сказать? Пища богов. Что еще можно сказать? Это продукт уникальный, но как любой продукт, произрастающий в природе, имеющий в своем начале, что называется, природные компоненты, он бывает очень разным. То есть есть глобальное отличие между плитками в супермаркетах и тем, что вам могут поднести в ресторане, предположим, или специализированной шоколадной кондитерской. Говорят, что в шоколаде есть какие-то элементы, которые способствуют еще и отдыху и такому психологическому восстановлению. Теобрамины и другие микроэлементы, плюс огромное количество омега-3 жирных кислот, находящихся в масле какао, безусловно способствуют этим вещам. А продукт, которому приписывают негатив в шоколаде, это сахар, поэтому горький шоколад обладает, безусловно, лучшим действием организма. Хорошо. Но вот многие любят белый шоколад, молочный шоколад, горький шоколад. А какой шоколад он идеальный? Идеальным как по вкусу, так и по полезности является темный шоколад с содержанием какао выше 65%. Мы сегодня... 64 даже. Сегодня мы и будем его готовить. Да, совершенно верно. Смоделируем такие домашние условия. Да. Что нам потребуется? Двумя главными компонентами шоколада традиционно являются какао-бобы. Они у нас где? Они у нас вот здесь. Первоначально они в таком виде, да? На самом деле ситуация следующая. Что вот это такое? Вот эти замечательные маракасы, это какао-плод. Там внутри находятся семена. На самом деле, смотрите, сам по себе процесс изготовления шоколада очень прост. Собственно говоря, мы берем вот эту вот каменную мельницу, она может быть таких размеров, может быть двухтонной, да? И самый главный ингредиент. И берем самый главный ингредиент. Это, собственно, у нас дробленые, слегка обжаренные какао-бобы, уже имеющие аромат шоколада. Мы включаем мельницу. И начинаем потихоньку добавлять туда какао-бобы. Чтобы получить 100-граммовую плитку, необходимо засыпать 60 грамм какао-бобов и 40 грамм сахара. И все? И все. А сахар любой или вот тростниковый нам нужен? Сахар лучше брать тростниковый. Понимаете, чем лучше будут у вас ингредиенты, тем качественнее будет конечная продукция. Когда, например, создают молочный шоколад, добавляют на каком этапе? Молоко или что добавляют? В самом конце добавляют сухое молоко. В шоколаде нет воды. Да, и вода в процессе производства шоколада не используется. Сереж, а как долго мы размалываем наши дробленые какао-бобы? Чем дольше, тем качественнее будет шоколад. Ну, как интересно. А дольше на сколько? Вот вопрос. От 12 до 72 часов может продолжаться. Вот так вот? Да. В определенный момент мы добавим сахар. А интересно, вот белый шоколад, который все так любят, он из чего, собственно, производится? Белый шоколад производится из какао-масла, сахара. Вот это вот как раз снова. Отжатое какао-масло, оно почти не имеет цвета, то есть цвет сосредоточен в сухом остатке. Что у нас там получилось? Я так понимаю, что какао-бобы перетерлись с сахаром. Получилось? Получился шоколад. Интересно, какая масса? Да, достанем наши каменные жернова. Проведем дегустацию шоколада. И приступим дегустацию. Шоколад нагрелся примерно до 45-50 градусов. Вааа. Вот это можно сразу облизывать и просто не ждать уже ничего, я так понимаю. Да, все верно. Так, где у нас миска? Креманочка. Сережа, например, если у нас, конечно, не у всех дома есть такая чудесная машина, я думаю, у нее есть единиц, как дома, например, сделать себе праздник из шоколада? Можно приготовить домашние конфеты. Купить в магазине пару плиток хорошего, качественного шоколада. Хороший шоколад определяется просто по цене. Чуть-чуть растапливаем ее на водяной бане. Поможите. И добавляем примерно четверть по весу горячего молока. И что у нас получится? Потом размешать венчиком, поставить в холодильник. И буквально через 2 часа у вас будет замечательный шоколадный крем вашего собственного производства. Вот это да. Я думаю, что это как раз вот к празднику-то подойдет. С вашего позволения я это, пожалуй, заберу. Дегустировать, да. Вот нам. Так это просто праздник какой-то. Сергей, спасибо вам большое. Вам хорошего дня. Пожалуйста. Друзья, все будет в шоколаде. И чтобы вы так жили, как мы сейчас в шоколаде.